На территории Гагаузии выпало 119,4 мм осадков, при норме 35 мм. Средняя высота снежного покрова составила 28 см, минимальная температура ночью средняя минус 3 градуса. Вчера и сегодня были продолжительные осадки в виде снега, иногда переходящего дождь. И на определенных участках автономии слаживалось временное затруднение движения транспорта. А это именно со стороны Кантемира в районе села Кангощик. Было заблокировано дорогу на Авдарму. И поздно вечером, ввиду пересменки дежурной смены АО «Друмар-Камрад», необходимой для дозаправки топливом с песчаной сельной смесью и переодеванием личного состава, образовался маленький затор на выезде из Гагаузии в районе Православного Креста, установленного ВД и Стелла Гагаузии, где были временно заблокированы от 15 до 20 единиц техники. Пока была пересменка «Друмар-Камрад», мы отправили туда пожарным, там, переделали с 31 лебедкой, который осуществлял буксировку транспортных средств, которые застряли. Они не сошли с трассы, они просто стояли на месте, потому что была сильная метель в том районе, ветер сдувает, с полей много снега, и, несмотря на то, что грейдера и КамАЗы своевременно расчищают, большой промежуток дороги, и оно заметает. Значит, всего было в нашем месте вытащено 5 микроавтобусов, 1 автобус и 17 лековых автомобилей. После этого приехала техника «Друмар-Камрад», и дорогу быстро расшистили, и до сих пор движение на месте, как бы удовлетворенное состояние. Значит, постоянно сейчас на 9 утра у нас в Гагаузии остались еще заблокированными несколько населенных пунктов. Это речь идет о селе Авдарма, село Чокмайдан, Джалтай и Киритлунга. Значит, во всех этих направлениях с 5 утра работает техника распределена. Значит, что касается Чокмайдана, значит, дорогу расчистили до Башкалийского перекрестка, и вышел из строя бульдозер. Ну, туда сейчас перенаправляется трактор Т-150 с Кангаза. Значит, буквально сейчас на Авдарме, значит, там есть маленькие проблемы, там 10 машин пока не заблокированы, они могут проехать, в том числе одни для похоронки едут. Ну, туда тоже направлено. Грейдер уже доехал, тоже расчищается. Киритлунга и Джалтай тоже работает техника. По заверениям руководителей Друмар-Камрад Чедрунга, значит, в течение получаса-часа все дороги расчистятся, силы селять достаточно, топливо есть, техника нормальная, предпосылок для возникновения черчайной ситуации нет. Значит, естественно, мы обзвонили все медицинские учреждения, значит, случаев обморожения среди населения нету. Во всех населенных пунктах есть электроснабжение и телефонная связь. Все силы постоянной готовности находятся, в случае чего мы можем сами отреагировать и привлечь дополнительное формирование гражданской защиты, что есть у нас на территории Гагаузии. Продолжение следует...